12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. Исенон Занько, еще раз добрый день. Добрый день. Мы забыли совершенно об опросе, который был у нас приурочен к первой теме авиакатастрофы. Мы спросили вас из Кирова на самолете в настоящее время. Летаете вы насколько часто? Редко, периодически? Либо не летаете вовсе. 100 человек почти проголосовало на странице ВКонтакте и лидирует вариант ответом «Не летаю вовсе». Почти 70% выбрали именно его. На сайте kirova.ru тоже идет голосование, которое у меня, Володя, не загружается. Не загружается? Хорошо, я тебе помогу сейчас. Итак, смотрим, что же там. Там тоже 77% за вариант «Не летаю вовсе». Ну, вы знаете, среди наших знакомых, знакомых, знакомых уже ходят разговоры о том, что после этой трагедии желание поубавилось летать. Да, ты тоже слышала эти разговоры. Ну, разные были разговоры на самом деле. Это понятная абсолютно человеческая реакция на трагедию, которая произошла. Ну, ты знаешь, как бывает дальше. Время идет, страх проходит. Время лечит. И люди летают и летают. Здесь очень важно, какие будут предприняты меры на федеральном уровне в этом отношении. Так что будем следить за ситуацией. А сейчас действительно обращаемся к теме доброй. И тут уж точно можно сказать доброго дня. Потому что у нас в гостях Зинаида Зверева, координатор благотворительной лыжной гонки «Спорт во благо». Руководитель спортивного отдела организации «Дорога и добра». Спасибо. Здравствуйте все. Здравствуйте. Мы уже не в первый раз рассказываем об этом благотворительном мероприятии. И будем рассказывать еще и еще, поскольку дело важное. И поэтому давайте сразу приступим к этому самому делу. Потому что вот гонка буквально состоится уже в конце этой недели. 18 февраля. Сразу же слушайте, фиксируйте. Да, 18 февраля мы всех приглашаем к трамплину. Там на базе будет проходить наша лыжная гонка. Четвертая уже по традиции. То есть каждую зиму мы ее проводим. На любые возрасты мы готовим дистанции. Интересно будет всем. То есть прямо от ноля приходите. То есть у нас нынче будет новинкой этого сезона. Мы сделали дистанцию для самых юных-юных прямо участников. Малышей до 5 лет. Я с дочерью хожу каждый выходной на лыжи в парк. И вижу, что действительно малышей ставят на лыжи. Прямо такие уси-пуськи. Поэтому мы сделали для них дистанцию 50 метров. Они без регистрации. Поэтому малышей на лыжах ждем. В конце у финиша все получат подарочек небольшой. Затем у нас следующее. Подождите. Малыши на лыжах до 5 лет. До 5 лет. Зачастую это так хаотичное очень мероприятие. Как вы будете их держать? Мама, папа могут идти рядышком держать за ручки, помогать. Но у них дистанция 50 метров. Это очень небольшая. Поэтому мы ждем. Будут, я думаю, что чудесные фотографии после этого старта будут. И мы, конечно, их выложим. И мама и папа будут умиляться, глядя на эти фотографии. Зинаида, давайте прежде чем мы сейчас расскажем о программе мероприятия, мы про само мероприятие расскажем. Напомним еще раз. Я знаю, что у вас есть уже постоянные участники. Но наша задача привлечь как можно больше людей. Поэтому что такое спорт во благо? Это первый благотворительный спортивный проект. Инициатором его был благотворительный фонд Downside Up в городе Москва, который занимается поддержкой детей с синдромом Дауна по всей стране. Сейчас они открыли еще один фонд, так как поддержка детей существует до школьного возраста, до 7-8 лет. И поддержка таким детям нужна и дальше. Они открыли сейчас еще один фонд «Синдром любви». И этот проект сейчас передан этому фонду «Синдром любви». Послом этого проекта является Евелина Блёденс, которая воспитывает сама Солнечного Семена, очаровательного малыша. И она поддерживает наши мероприятия в Кирове регулярно, записывая ролики-анонс. То есть приглашает всех кировчан. То есть проект с 2012 года при поддержке Минэкономразвития России стартует в регионах, так как он получил развитие в Москве. Его было принято передавать опыт в регионе, что Downside Up и «Синдром любви» сейчас замечательно делают. То есть с 2014 года мы являемся, наша организация «Дорога добра» является официальным региональным партнером данного проекта. В этом году все вырученные средства с лыжной гонки пойдут на ремонт нашего помещения. Для дома, будем говорить, потому что у вас действительно там уютно, как дома. Да, у нас осталось, вот Светлана была, она знает, у нас осталось еще 150 квадратных метров не отремонтированных из наших 500, в которых будет располагаться служба ранней помощи. Это малыши прямо от нуля после рождения и до трех лет. На Розу-Люксембург, напоминаем, 68А. Поэтому чем больше людей придет на лыжи, тем больше средств мы соберем, тем быстрее мы отремонтируем, и тем более качественно мы сможем оказывать помощь малышам и вообще семьям, в которых воспитывается такой малыш. Вот это очень важно, до перерыва как раз у нас есть 4 минуты, чтобы мы рассказали, а в чем заключается служба ранней помощи, каким именно детям и семьям она будет оказываться. У нас вообще само мероприятие спортивное нынче проходит, также при поддержке фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С проектом поддержим отработка модели комплексного сопровождения семей с детьми, с инвалидами. Как раз сюда и входит профилактика социального сиротства. То есть мы за то, чтобы было меньше отказов от новорожденных. То есть только в семье ребенок может развиться должным образом. Поэтому у нас в рамках этой программы есть и консультации в роддоме, то есть наших специалистов вызывают. Есть домашнее визитирование, есть консультации. То есть и также занятия для детей именно в нашем центре от нуля до года, из года до трех. Ну и, конечно, дальше мы сопровождаем семью, насколько это нужно. Также поддержка нужна и родителям малышей и детей. Поэтому у нас есть тоже психолог и психотерапевт, которые работают с родителями. Есть арт-вечера, то есть это творческие мастерские, где мамы, папы могут прийти и что-то поделать, полепить из глины, повалять из шерсти. То есть им это тоже нужно. Они тут раскрываются у нас с новой стороны. Ну и плюс это массовые инклюзивные мероприятия. То есть в том числе, куда сейчас входит спорт во благо. Да. И ремонт на этих 150 метрах что в себя включает? Каковы затраты? Сколько денег нужно еще на эти 150 метров? И что именно? Значит, у нас есть смета, то есть это покупка стройматериалов, ну и сами ремонтные работы. Это около миллиона рублей. Но сюда они входят. То есть затем идет следующий этап. Это электрика. Это проведение охранной сигнализации. То есть это как бы еще потом будут затраты. Ну и, конечно же, покупка необходимого оборудования. Это плюсом еще к миллиону, да? Это плюсом, да. То есть сейчас нам главное собрать миллион, чтобы мы смогли уже завершить сами ремонтные работы. Они, кстати, начались уже у нас. То есть там снова вскрываются полы, там, где это нужно сделать. То есть, ну, в общем, жизнь у нас в центре кипит. Ну, то есть, чтобы сразу было понятно, для чего, собственно, мы бежим во благо, какое благо, благодаря нашему участию в этом мероприятии, и кто получит. Ну, а сейчас давайте вернемся к спорту во благо и к лыжной гонке. Напомню, что это будет 18-го числа, в воскресенье. И, про это, хотите, все это будет, как обычно, около трамплина. В 9 часов утра начало. Мы уже про малышей сказали, что малыши от трех лет могут участвовать в этой гонке. От нуля. От нуля даже. От нуля даже. Да, от нуля. Могут участвовать в этой гонке. И давайте еще раз пройдемся все-таки по структуре и по расписанию. Начнем. Через две минутки будет перерыв. Да. Следующее. То есть малыши у нас стартуют. Следующая дистанция у нас 300 метров для детей 6-9 лет. Там уже идет борьба за медали, за призы. Притом мы награждаем трех лучших девочек, трех лучших мальчиков. Затем следующая дистанция у нас идут дети 10-13 лет. Это 800 метров они бегут. После них стартует эстафета корпоративных команд. И после них сразу старт на дистанции 3,6 километров. С 10-14 лет допускаются бежать эти километры. И нынче мы еще сделали наш любимый костюмированный забег «Фанран». Мы его сделали в самом конце, чтобы это было завершающей такой точкой. Ведь в этот день будет масленица. Поэтому масленицу мы проводим во благо. И будет очень интересно. То есть в костюмах. И можно будет бежать на лыжах. И без. Если у вас нет лыж, это не повод проигнорировать нашу гонку. Приходите. Главное, чтобы был у вас праздничный костюм. Карнавальный, самодельный, покупной. Неважно. Не умеете бежать на лыжах. Пройдите тихонечко. Здесь оценивается не скорость, а костюм. Награждаются три лучших костюма. Вот сейчас на этом моменте мы прервемся буквально на полминуты. И особый интерес у меня вызывает, кроме фанранга, конечно же. Потому что это единственная гонка, где я могу участвовать. Но как участвуют в эстафете корпоративных команд нынче в этом году, это тоже очень важно. Потому что, на наш взгляд, мы уже тут не раз обсуждали, все-таки представители различного рода компаний и бизнеса в последнее время занимают более активную социальную позицию. И все больше и больше включаются в такие мероприятия. Выясним через полминуты. Зинаида Зверева у нас в студии. Координатора благотворительной лыжной гонки «Спорт во благо», которая состоится уже в ближайшее воскресенье, 18-го числа. Ну, как лыжная гонка? Тут, наверное, олимпийский принцип. Главное не победа, главное участие. Главное прийти. Даже можно без лыж. Да. Итак, про корпоративные команды. Эстафета корпоративных команд. В прошлом году, я знаю, активно достаточно принимали участие наши предприниматели. И, по-моему, даже у вас были муниципальные учреждения. Поправьте меня, если я не права. Если не права, то надо привлечь их в этом году. Сколько команд в прошлом году на эстафете было? Их было около 4-5, сейчас так не скажу. То есть, да, но обычно их так и бывает. То есть, около 5 команд всегда бывает. То есть, в этом году, мы надеемся, чуточку больше будет у нас появился. В этом году официальный партнер. Это компания «Т-Плюс». То есть, также у нас есть еще новые компании. Компания «Нанолек». Наши постоянные есть партнеры из года в год уже. Это компания «Тапервер», «Мехико», «Хлебобулочный комбинат», «Чудо-хлеб». Они все побегут в том числе, нет? Ну, кто-то побежит, кто-то нет. Но мне передают, что кто-то готовится прямо там, ух, ух, собирается много-много. То есть, вовсю на предприятиях готовят. То есть, вот. Сколько там команд, количество человек, участников. Я пока не могу сказать, так как от них еще не было такой информации. Мне только вот поступает информация, что вот они готовятся. Поэтому мы ждем. Еще есть немножко времени, чтобы присоединиться. Расскажите, как присоединиться к корпоративным командам можно? Что для этого нужно сделать? Позвонить мне, написать, позвонить по телефону организации 44 75 10. То есть, обратиться к нам, и мы расскажем. Также есть, если вы просто не принадлежите никакой так организации, то есть у вас небольшая организация или что-то еще, но очень хотите помочь именно в эстафете корпоративных команд, у нас есть тоже, мы второй год проводим такую команду, называется именем ребенка нашего подопечного. В этом году у нас команда Ани. То есть, собирайте команду из четырех человек, не менее одной женщины, оплачивайте регистрационный взнос, и вперед вы в эстафете. А почему только одна женщина? Вернее, не менее. Не менее одной, можно две, можно три, можно вообще женской команды. Главное, чтобы не было четыре мужчины, чтобы немножко разбавить, чтобы одна женщина все равно была. Чтобы не было перевеса силы. Чтобы заведомо они были сильнее, чем остальные участники. Понятно. Значит, это эстафеты корпоративных команд. Как обычно корпоративные команды выходят на старт? У них там одежда, значки, символики, слоганы, они там какие-то готовят, речевки. Да, мы все время предупреждаем, и мы даже делаем это в презентациях, что готовьте речевки, корпоративную одежду, приветствуем, флаги болельщиков, прямо там с махалками, этими болельщиками, приходите. То есть я всем рассказываю, что вы можете кричать, поддерживать, выкрикивать названия своей компании, участников, то есть придумывать речевки. Но не оскорблять других, не унижать. Да, соперников мы уважаем. То есть с транспарантами приходите, хоть там сами их нарисуйте, или там напечатайте баннер какой-то, приходите, поддерживайте, пожалуйста. И, конечно, компании относятся к этому серьезно, очень часто звонят, то есть они спрашивают, где будет номер, потому что им важно это, чтобы они одели одежду с корпоративной символикой, чтобы символика была открыта, не закрывалась номером. То есть для них это важно. Мы разрешаем, да. Какие-то муниципальные организации, вы сказали, не участвовали? Какие-то учреждения? Нет, учреждения, они участвуют не в эстафете, они обычно в фанране, это детские садики, сотрудники детских садиков выходят, то есть при том... Это детские садики, с которыми вы взаимодействуете, или вот совершенно случайные? Да, с которыми мы взаимодействуем, но вот нынче мы ждем садик, с которым мы не взаимодействуем, то есть надеемся, что придут. То есть там педагог по физкультуре, постоянный наш участник, и вот она сейчас поднимает команду, просто чтобы с коллективом выйти к нам, поэтому вот очень ждем. Чиновники соцблока или министерства спорта участвуют в вашем мероприятии? Городские или областные? Как участники нет, к сожалению, хотя мы пробовали, нынче делали на пробеге вип-забег, все-таки их было всего три человека. А мы предлагаем не вип-забеги, а вот, например, в эстафете корпоративных команд. Создать корпоративную команду правительства Кировской области или городской думы Кировской, или администрации, или совместную, и прямо выступить на этом мероприятии, время еще есть. До воскресенья вполне можно зарегистрироваться, собрать команду болельщиц, например, мужчин. У нас прекрасные спортивные мужчины, зампреды великолепные спортивные есть, которые вполне бы могли такую команду возглавить, как ты думаешь, Володя? Ну, а что нужно выяснить, они как с лыжами вообще тут же. Пожалуйста, фанрань. Я уверена, что Дмитрий Александрович Курдюмов и с лыжами прекрасно разберется. Он в замечательной спортивной форме. Да, Витя? Ну, я не буду спорить. Вот, как раз соцблог. Призываем вас, пожалуйста, поучаствуйте в этом мероприятии. Да, я думаю, что они вас сейчас слушают, все слышат. Пожалуйста, сделайте, как говорит Светлана. Доброе дело. Но вы специально до них эту информацию доносите? Ну, мы же все делаем с разрешения городской власти, поэтому информация всегда у них есть. То есть чиновники, госслужащие, они этой информацией обладают в любом случае. Да. Вот история, кстати говоря, с Еленой Васильевной Ковалевой, которая поддерживала добрую ярмарку нынче на новогодней елке. Может быть, вполне к ней нужно обратиться. Ей лично отдали флайер. Ой, прекрасно. И прекрасно. Может быть, Елена Васильевна возглавит такую добрую команду. Посмотрим. Посмотрим. Хотелось бы уже увидеть действительно наших чиновников на таких добрых мероприятиях в качестве участников, а не только VIP-персон, которые вручают что-нибудь, разрезают что-нибудь и так далее. Давайте мы поговорим с вами о процессе регистрации и, собственно говоря, благотворительных взносов, потому что это очень важно. Мы всегда уделяем этому особое внимание для того, чтобы понять механизм действия, да, и вплоть до того, как вы будете отчитываться за эти средства. Но пока давайте про саму регистрацию поговорим. Где, как, в каком количестве можно пожертвовать на регистрацию? Регистрация уже открыта давно на нашем сайте rordi.ru. Продлится она до 15 февраля 22.00. Затем мы ее закроем. Нам нужно будет всем участникам сделать номера присвоить, поэтому мы закрываем пораньше. Но это не повод отчаиваться. В день старта с 9 до 10 может прийти и зарегистрироваться любой желающий, в том числе и на эстафету корпоративных команд. То есть, ну, с 9 до 10 приходите пораньше, регистрируйтесь, пожалуйста. Значит, регистрационный взнос. Дети до 5 лет бесплатно. С 6 до 17 лет 200 рублей. И с 18 лет за взрослого 400 рублей независимой от дистанции. То есть, все вырученные средства как раз пойдут на ремонт нашего помещения, о чем мы ранее говорили. Вот это цена фиксирована или можно больше? Можно больше, конечно. Но не менее, в общем. Это такой начальный взнос. Установлен порог. Да. Кстати, по сравнению с предыдущими годами он вырос? Регистрационный взнос. Он, да, немножко вырос. То есть, мы его еще в мае на пробеге подняли. То есть, мы несколько лет, то есть, 3 года проводили, не поднимали его. А тут подняли, потому что, ну, жизнь не стоит на месте. Цены тоже на все растут. Это так. Это так. Итак, регистрационный взнос на официальные реквизиты переводится. Да, да. Либо в день старта можно в ящик для пожертвований. Специальный ящик, напоминаем, для пожертвований, который на замочке и который потом и кассируется. Опечатанный, да. Который опечатанный полностью со всей информацией о нас, который нужно размещать на ящике. То есть, это, конечно, все мы делаем. То есть, да. И потом деньги будут, ящик после мероприятия вскроется, деньги посчитаны будут к специальной комиссии, созданной по приказу. Председателя организации. И положены в банк. То есть, сколько средств собирается, мы об этом тут же сразу пишем в соцсетях и на сайте. То есть, ну и, конечно, у нас ежегодные отчеты на нашем сайте. То есть, мы максимально стараемся быть прозрачными. И отчеты мы делаем как статистические, так и содержательные, так и финансовые. То есть, можно и почитать, не просто посмотреть там на сухие цифры, а можно почитать, что было сделано. В настоящее время сколько уже людей зарегистрировалось? Отслеживаете эту информацию? На вчерашний вечер было зарегистрировано 54 человека. Сегодня я еще не смотрела. Да, сегодня не смотрела. Ну и вот организации я перечислила, кто. Ну и, конечно, еще звонят, что люди хотят. То есть, мы ждем, ждем. Пожалуйста. Так, для примера, для сравнения прошлые годы, давайте вспомним, сколько участников было. 172 в прошлом году было. В прошлом году 172. Насколько выросло количество участников? Вот четвертая же уже эстафета будет. Она в том году была самой максимальной тогда. Самой массовой? Да. Максимальное количество участников было за все годы. Притом нас что порадовало, что было именно на предварительной регистрации очень много людей. И они почти все пришли. То есть, там буквально единицы, кто не смог подойти. То есть, это очень так нас порадовало. И в том году, кстати, да, приходили-то вот именно какими-то молодежными советами. То есть, там при организациях. То есть, именно сами собрались, как простые участники. То есть, не эстафете корпоративных команд, а именно там как участники. Просто их пришло 10 человек. Они там тоже со своим каким-то флагом, что их все видели. Если вспомнить сумму, собранную в прошлом году? Где-то около 64 тысяч было. В этом году мы ожидаем больше. Строите планы более такие смелые. Это лишь на самом деле частичка того, что требуется сейчас для ремонта оставшихся 150 метров помещения на Розальк-Сюнбург. Ну, а очень важное, на самом деле, каждое такое мероприятие, каждый такой взнос, он очень значим для организации «Дорога и добра». Напоминаем, что сейчас собираются деньги на ремонт помещения, которое позволит открыть отделение ранней помощи семьям с особенными детьми. С целью, в том числе, профилактики отказов от таких детей, которые действительно подвержены в большом количестве случаев вот этим самым отказом и потом переселению в дома малютки и в детские дома. Масленичная атрибутика будет каким-то образом присутствовать? После перерыва, давай, про праздник, сейчас перерыв, две минуты реклама и с Масленицей продолжим. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях Зинаида Зверева, координатор благотворительной лыжной гонки «Спорт во благо», представитель команды организации «Дорога и добра». И мы рассказываем про гонку благотворительную, которая пройдет в это воскресенье, 18 февраля, у трамплина «Спорт во благо» называется все это мероприятие. Про списание мы уже прошлись, по процессу регистрации тоже. В очередной раз напоминаем, что все собранные средства во время этой гонки пойдут на ремонт 150 метров в доме «Дорога и добра», которые предназначены для открытия отделения ранней помощи, помощи семьям с особенными детьми с целью профилактики отказов. Прежде всего, с целью профилактики отказов. Но еще цель эта очень важная – сделать счастливыми людей в семьях, в которых появляются такие дети. Показать, что жизнь может быть прекрасна, не заканчивается, может быть прекрасна при любых обстоятельствах совершенно. И вот если кто-то сомневается в этом, я просто лично рекомендую прийти в «Дорогу и добра» по адресу роза-элексембург 68А и посмотреть, как там все устроено. Действительно, правда. Эти 150 метров – это последнее, что нужно сделать. Закрыть эту территорию и все. Да. Наш центр будет полностью отремонтирован. Но и до перерыва Володя говорил, что ведь совпадает лыжная гонка «Спорт во благо» с «Масленицей». Вы эту тематику как-то будете использовать? Поэтому мы предлагаем «Масленицу» тоже провести во благо. Конечно. У нас будет не просто лыжная гонка. Мы стараемся, чтобы это был семейный праздник, на который приходят. То есть, если ребята – спортсмены, если у них есть семьи, пожалуйста, берите с собой. Они вас поддержат. Ну и также мы организовываем игры. У нас, да, будут масленичные игры. Мы специально пригласили команду аниматоров. Они готовят программу. Будут масленичные игры. На «Масленицу» есть и спортивные состязания. Поэтому в играх будут и спортивные состязания, и масленичные игры. Поэтому, конечно, мы ждем. Будет горячий чай, кофе, какао, блины, каша гречневая с тушенкой. Приходите к нам, приходите. То есть, проведите воскресенье утро с 10 до 12 утрам плина. Всей семьей доброе дело. Вам весело, нам хорошо. Свежий воздух. А что касается… А мы, кстати, в открывашке еще можем напомнить в воскресенье. Да, обязательно скажем об этом. У нас открывашка как раз детская программа с 10 до 11. Мы еще раз напомним, что все, кто проспал, собрались и побежали на лыжную гонку. Мне интересно, в организации таких мероприятий кто вам помогает? Вот каша, блины и чай. Это тоже ведь требует труда. Это вы сами все делаете? Или у вас есть партнеры? Есть партнеры. Обещают кофе, какао и чай. Как раз, что со специальной кофемашины к нам придут и будут все делать. Да, конечно. То есть анимацию мы тоже готовим. Пригласили наш открытый мир, чтобы уже пришли профессиональный аниматор с волонтерами. И сделали все как надо, чтобы мы уже тут этого не касались. То есть это вот их зона ответственности. Пожалуйста, делайте. Горячий квас не будут подавать? Компания «Вятич» участвует? Нет. Не участвует. А вот мне, кстати, очень важно. Я знаю, что большое волонтерское движение в нашем опорном ВУЗе. Как-то студенты вообще на эти мероприятия приходят. Командами, преподаватели. Это было только один раз. И то это была Метакадемия. То есть они узнали. И пришли как раз. Большинство участвовали в фанране или в забеге в валенках. У нас тогда было, потому что у них у студентов лыж не было. Студенты без лыж. А как волонтеры у нас есть всегда, но у нас есть свой волонтерский отдел с руководителем. И волонтеры у нас не только студенты, есть и студенты. И очень много сейчас уже людей, которые, так скажем, учились несколько лет назад. Поэтому, то есть приходят. Поэтому, конечно, среди наших волонтеров сразу клич. То есть и набирается, то есть куда, что, на какая зона ответственности. То есть наш руководитель волонтеров. Как раз это ее задача. То есть все, чтобы было сделано. А давайте еще про фанран поподробнее поговорим. Напомните, когда вообще возникла эта идея, чтобы в костюмах шествия устроить? Как развивалась эта идея? Первого раза это была, потому что, как я говорила, что «Спорт во благо» это зарегистрированная торговая марка. И когда мы учились, мы учились целый год онлайн обучения. Потом мы ездили на стажировку в Москву на три дня. Потом проводили пилотный проект в Кирове. И фанран был всегда, то есть в Москве он проводится. То есть и мы сразу его включили. Я могу сказать, вот по сравнению даже мы сравниваем видео других регионов, других городах, где проходит, уже около 13 городов проходит, то есть по России у нас. Наш фанран самый массовый у нас. Это любимая дистанция. Самый, что ни на есть фан. У нас на первый как раз вот пилотный пробег наш было на фанран больше ста участников. Когда в других регионах там человек 6-7 пробежало, то есть фанран, а у нас больше ста вышло. И у нас, да, на фанран наши подопечные же приходят, тоже встают на лыжи. Притом они и на спортивные дистанции встают. Да, пусть они там придут далеко не первые. Но сколько они получат поддержки болельщиков, эмоций. И они честно хотят получить первое место. Хотя там мы готовим, что вы не ждите там. За первое место нужно тренироваться. Ух как. То есть я дочери говорю, что вот мы сейчас пошли тренироваться к лыжной гонке. Она мне все один, показывает медаль. Ну, дорогие участники, медали финишеров получат все. Ну, кстати говоря, горожане наши очень любят костюмированные как раздействия. Помните, один из последних наших велопарадов, самый массовый, был костюмированным. И какой был праздник великолепный совершенно. Совершенно неожиданные люди в неожиданных костюмах выходили от мала до велика. Я очень жду костюмы, когда они самодельные, это самобытные. То есть и какая фантазия у людей. У нас в прошлом году, представляете, я наконец, вот когда я стояла, и вот для меня это было счастье. У нас была самодельная, просто шикарнейшая, куриная избушка Бабы-Яги на курьих ножках на лыжах. Прекрасно. Ух ты. Это прекрасно. Надо выдумку проявить. Это техническое творчество. Обращаем внимание еще раз, что все, о чем мы рассказываем, пройдет 18 февраля в районе трамплина. Это будет лыжная гонка, спорт во благо. И вот я хочу сказать, что это очень классное начало дня. Потому что регистрация идет с 9 до 10 часов. То есть в 10 часов открытие соревнований, в 10-15 старт для детей на дистанции 50, 300 и 800 метров. А в 12 часов уже награждение. То есть вы еще целых полдня имеете, воскресных, для того, чтобы заняться какими-то другими своими делами, уже получив такой заряд бодрости, положительных эмоций, совершив доброе дело. Это очень хорошо, что вы ее не растягиваете на целый день, а вот так вот раз. Да, динамично все. Энергично, динамично. И в 2 часа уложились, практически в 2 часа, да. И действительно великолепный совершенно заряд. И напоминаем, что регистрация идет сейчас на сайте РАРДИ, на сайте благотворительной организации «Дорога и добра». Но если даже вы не удосужитесь до этого времени дойти до сайта, добраться, то можете прямо туда прийти на мероприятие к 9-10 часам, зарегистрироваться и поучаствовать в эстафетах, которые вы выберете. Там можно попасть в любую эстафету практически, лишь бы были лыжи. Если нет лыж, то тогда на фанран в 11.30, не забудьте. Можно некоторым костюм не делать, я думаю. Кстати, по костюмам тематики-то особо строго определенной нет. Что человеку там нафантазировал, что он решил воплотить, пусть воплощает и приходит. Да, у нас какой-то год был очень интересный, когда разные люди одни оделись ведьмочками, другие были там Кикимора, третий тоже там одел костюм черный, там скелет нарисован, то есть у нас какой-то такой шабаш получился неожиданный. Да, был когда вот как раз один из садиков оделись все тематически, у них было конкретно Буратино, то есть все персонажи из Буратино оделись, они там с какими-то своими сречевками, с магнитофоном, то есть они красиво прошлись. То есть, конечно, мы фан-ран ждем, не дождемся, потому что когда начинают подходить люди в костюмах, мы просто вот так вот, ой, а тут, ой, кто это? То есть фантазия у людей безгранична. Кроме того, что будут собраны средства, будут получены медали финишеров, будет масленица, блины, какао, чай и так далее, что еще по итогам вы делаете? Фотосессии, фильмы и прочее. Да, конечно, у нас есть фотографы, потом все фотографии у нас в открытом доступе, их можно будет посмотреть, скачать, оставить себе на память. На сайте РАРДИ можно будет зайти и посмотреть фоторепортаж, да? Да, мы очень ждем, что к нам дойдет видеооператор и по итогам, конечно, сделает фильм. Это впервые планируете такое? Нет, раньше. Единственное, что не всегда мы делали фильмы, то есть иногда есть просто вот рабочая съемка и вот фильм никак не может... Без монтажа специального, да? Да, здесь мы ждем, что все-таки будет фильм, потому что о первом пробеге у нас остался фильм, а о лыжах у нас пока ничего нет. Но, тем не менее, мы ждем еще... Не стали сейчас делать сюрприз перед лыжной гонкой, так как это относительно было к пробегу, но вот лыжная гонка пройдет и мы очень быстро выложим. Есть всероссийский фильм, сделанный в Москве по как раз спорт, во благо по мероприятиях в регионах, где Киров есть. То есть мы потом его выложим в открытый доступ, его можно будет посмотреть. Из гостей, кстати, из столицы, из той же кто-то планируется? Это приезд. А неплохо бы, если Павелина Блёдерс приехала к нам, а не только нам приветствие прислала. У них сейчас идет реабилитация у Семена, то есть мы сделали операцию на ножке, они сейчас там в реабилитационный период, поэтому сейчас пусть она с Семеном побудет. Давайте напомним общую информацию об организации Дорога и Добра. У вас ведь прибавилось значительно, благодаря, кстати говоря, в том числе и тому, что вы новый дом получили, такой большой. Поприбавилось у вас друзей, семей, детей. Было ведь очень много по этому поводу ограничений, потому что просто не хватало ресурсов. Теперь сколько детей, сколько семей вы патронируете? И давайте еще обратим внимание на то, что возрастные рамки тоже расширились. Вот уже про раннюю помощь мы заговорили сейчас, а вы же еще переходите и на более старший возраст. Сейчас у нас 16 лет ребенок, который... Самый старший? Да, 16 лет. Конечно, мы думаем о том, что дети наши растут, и что-то нужно будет делать дальше, и у нас уже есть идеи и наметки, но пока в рамках идеи, но мы думаем, что мы сможем это реализовать. То есть, конечно, сейчас у нас 200 детей, это около 183, по-моему, семьи считается. Вот именно в центре кто ходит на занятия. Мы пока снова были вынуждены закрыть набор в группы, потому что если растет количество детей, то, соответственно, увеличивается количество педагогов, то есть штат сотрудников. Мы пока не можем позволить себе вот это увеличение из-за параллельного ремонта. То есть, нам нужно закончить ремонт, тогда мы сможем набрать сотрудников. А сколько вы сейчас на данном этапе понимаете, что нужно будет еще привлечь сотрудников? А здесь пропорция-то такая, на 10 детей нужен один педагог. То есть, у нас сейчас 200 детей, а педагогов 16. То есть, поэтому в любом случае мы нуждаемся, чтобы и педагогов, и у нас есть, кто хочет с нами работать. Но вот мы пока ограничены, мы все говорим, подождите, ремонт закончим. И дети, мы берем на консультацию, это обязательно. То есть, если у вашего малыша вы чувствуете какие-то проблемы, мы, пожалуйста, обращайтесь, мы принимаем. То есть, у нас запись на консультации ведется во всем направлениям. Мы можем записывать в очередь детей. Но вот на данном этапе у нас 200 детей посещают уже наш центр. Их, конечно, будет больше. Мы это понимаем. То есть, именно поэтому нам и нужно было вот это большое помещение, чтобы мы понимаем, что детей будет больше. Когда планируете все-таки осуществить ремонт и открытие эти оставшиеся 150 метров? Ну, ремонт уже начался, поэтому я думаю, что за два месяца все сделают. К лету распахнете двери уже и в этом отделении? Да, да. Спасибо. Спасибо, Зинаида Зверева, координатор благотворительной лыжной гонки «Спорт во благо». Напоминаю, в это воскресенье, 18 февраля, с 10 до 12 практически пройдет благотворительная лыжная гонка, в которой мы все можем поучаствовать для того, чтобы открыть еще одно отделение ранней помощи семьям с особенными детьми в доме «Дорога и добра». Спасибо. Спасибо. Мы на этом прощаемся. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Ну и ровно через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, проведет программу Анны Лапшина. До свидания.